О том, что фриланс, я сам себе начальник, к сожалению, многие забывают. И часто по привычке пытаются самого себя обмануть. У меня есть знакомый, он не переводчик, но фрилансер. И работает на фрилансе уже не первый год. Он вполне квалифицированный специалист. Он вежливый, знает культуру работы с клиентами. Но дела у него были как-то ни шатка, ни валка. И все, на мой взгляд, потому, что он по привычке пытается обмануть рукаводство. Но в лице самого себя. То есть срок сдачи работы через два часа. Да ну ладно, пойду на пляж, могу себе заметить. Потому что 40 раз. Понятно, что ни к чему хорошему, ни к природе. И я считаю, что для эффективного фриланса опыт работы крупной компании, если не обязателен, то зачастую очень полезен и очень желателен. Так же не стоит забывать о том, что начинающие фрилансеры не хотят брать на себя ответственность владельцу бизнеса и желают видеть исключительно радужную сторону жизни. То есть это доходы, якобы свободный график. А в ответственности зачастую судьбы не забывают. Ну, это, наверное, совсем правильно. Следующее заблуждение, что у фрилансов обязательно много денег. И на форумах часто открываются темы переводчиков, которые хотят стать фрилансерами. И они вслух размышляют о том, сколько же они будут зарабатывать. И обычно это выглядит так, что, ну, допустим, ставка 10x денег на страницу. В день я смогу сделать, ну, сколько я делаю на страницу, допустим, 7-8. Если постараться, то, наверное, 10. Если ночь посидеть, то 15. И умножить это на x денег и на 365 дней в год – бешеные деньги получаются. И дело даже не в том, что поначалу, наверное, сложно найти себе заказчика, который подобную загрузку обеспечит. А дело в том, что фрилансеры, опять же, забывают о том, что им для эффективной работы вот этой вот мини-корпорации в лице самого себя необходимо эффективная работа не только отдела переводов, но и других отделов. И для этого требуется много времени. Переговоры, переговоры с клиентами, что еще, подсчет заказов, выставление ввозов. Кажется, что это мелочь, но это, ну, по моему опыту, занимает не менее 20% рабочего времени. Опять же, примеры из жизни. У меня, наверное, год назад появился клиент, который любил присылать на подсчет общей стоимости заказа совершенно огромные объемы работ. 50-60 файлов, по 200 страниц каждой. Все это со сложной версткой картинками. И часть страниц отсканирована. Ну, на подсчет такого заказа у меня уходило не менее половины рабочего дня. Ну, не меньше 3-4 часов, да, обычно сегодня. И стоит ли говорить о том, что в большинстве случаев заказчик, услышав цифру стоимости работ и, самое главное, срока выполнения, он приходил в ужас, и, естественно, они ничего из этого не заказывали. Он даже не хотел обращаться в бюро, потому что он искренне полагал, что эти десятки файлов будут стоить, ну, допустим, 5 тысяч рублей, будут готовы через месяц. Вот. Ну, понятно, что сразу ходить к такому человеку, и вообще ходить к такому человеку, нехорошо им. Можно, конечно, мягко направить его переводов, дать какие-то рекомендации, советы, но факт в том, что он продолжал присылать вот эти огромные, огромные перечни документации, и мне приходилось тратить свое рабочее время на определение неприбедительной стоимости. Следующая ситуация тоже казалась бы на очень выставлении инвойсов. У меня есть московский заказчик, я инвойсов ему отправляю сканированную по электронной почте, налоговую, ему нужна оригинал документа. Мне приходится идти на почту, ставить там огромную очередь, все знают, как это там очереди, и отправляю документы, заказанные письмами. И часто получается, не только с этим заказчиком, а вообще часто возникает такая ситуация, когда я, ставив эту огромную очередь, отправив все-таки документы, отправил заказчику инвойс, а он мне через два дня пишет, ой, извините, мы вам дали правильный реквизит, обычно с нами инвойс еще раз. Приходится повторять это все снова и снова. А потом идти на почту и забирать документы, вы подписаны им. Времени уходит. Огромное количество. Еще одна возможность найти свободное время, то есть вот доделу этот заказ и все брошу и уеду, лично у меня как-то не часто появляется, потому что промежутка между заказами обычно не бывает. Не успевает закончиться один, появляется сразу другой, как по цепочке. Все? Спасибо, Татьяна. Татьяна.